Я обычно на акрадионе играть, потому что у меня там аппликатура моя, акрадионе Суви, я там буду плакать. Белые росы кинофильмы Карамчистов лежа на асфальте играл, крокодил Геннесс, зеленая гармошка. Все это, конечно, повлияло на меня. В деревне самое приятное душе, когда ты сидишь с ребятами на остановке, разговариваешь, что-то идет, идет, говорит, где гармонь? А где гармонь? Я его в жизни даже ни разу не видел. Он говорит, а, да, сзади постучай, наклонить его, потрясти, это да, нашу... Ну, как бы это... Мы приглашают, ну, приятно, когда эти люди узнают тебя, как гармонисты, баянисты, говорят, о, гармонисты, где гармонь? Почему не с собой там? Давай к нам заходи, посидим чаю попьем. Вот такая вот концертная деятельность у меня. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в нашей передаче «Гармоничные люди». Сегодня у нас необычный гость. Это Михаил Лимонов. Здравствуйте, дорогие предприятия. Да. Михаил у нас гармонист, баянист, аккордеонист, коллекционер язычковых музыкальных инструментов, замечательный исполнитель, начинал как самоучка, и на минуточку отмечу, что Михаилу всего 14 лет. Давай-ка начнем с нашего традиционного вопроса, да. Что тебя вообще к гармонии привело, и как ты начал играть на язычковых инструментах? Расскажи. Ну, это история долгая, нестандартная, не как-то мне привели в музыкальную школу, сказали, вот ты будешь играть, это чуть другая история совсем. Здесь была тяга именно к мехам, то есть у меня никто не играл, ни дед, ни отец, ни правиль, не играли на баяне. Но все началось еще в 2020 году. Меня отец сказал, решил, что я буду ходить на гитару. Три месяца отходил, это было к частному преподавателю, на дом хотел. Три месяца с горем пополам отходил. Ну, я ее забросил. У меня день рождения 6 мая, 20-й год. Говорю, купите мне гармонию. Хочу мне гармонию. Говорю, в шоке. Зачем гармонь тебе? Я говорю, именно гармонь, не баянник, а именно гармошка хочу, хромку. Ну, мы купили, тогда мы жили на Дальнем Востоке, и был у меня такой детский маленький баянчик ремяной, без ремней, старый, меходырявый, кнопки западали. В общем, отдал я его в ремонт. А каждое лето я приезжал к девушке и бабушке в Фуушку область, в деревню Тарусского района. И там мы приехали, говорю, дед, купи мне нормальную гармонию. Хочу вот именно нормальную, не сломанную. Нашли на Авито, поехали в Калугу, купили. Это была моя самая первая, можно сказать, гармонь. Нарочь, три, белорусская, до мажор. Искали, начали искать преподавателя. Вот преподавателей не было. Даже если были по баяну, они не хотели брать гармонь. Говорят, у него нет музыкального образования, он не потянет, он не захочет. И вот всего лета 20-го года я в деревне у бабушки, в любое свободное время брал гармонь, сидел и играл сам по видеоролику, по ютубе, по каким-то другим информационным каналам. Значит, октябрь, я в Хабаровске. Мама говорит, надо какое-то музыкальное образование получать. Ну, гармонь, конечно, хорошо, сама улочка, но надо какое-то музыкальное образование. Приходим в музыкальную школу, говорят, гармонии нет. То есть баян и аккордеон. Ну, баян так баян. Ну, как-то хотя бы кнопки, схожи с гармонией аккордеон, это вообще для меня темный лес тогда был. Мой преподаватель Нина Григорьевна Полякова, я очень благодарен за то, что она увидела у меня такой талант. Мы с ней обучались где-то месяца 4. Она научила играть меня в вальс. Мой первый вальс — это носок в Манжуре, это большая память о Хабаровске, о том времени, о моем первом баяне. Мой первый баян, кстати говоря, это была тульская терка, тоже очень старая. Ох, сколько я с ней замучился. Ну, баянчик старый, меходырявый, там каждый раз я клеил эти меха скотчем, не скотчем, сам ремонтировал его. И моего отца, отец военный, переводят в Подмосковье, в Одинцово, сейчас я в Одинцово проживаю. Она порекомендовала доцента из Гнесинки, то, сочи, порекомендовала моего нынешнего преподавателя, Соса Наговская, Астана Валерьевна. Сейчас я до сих пор с ней занимаюсь, хожу в музыкальную школу, закончил второй класс в музыкальной школе. Ну, если что, на баяне игра полтора года, а на гармонии два. Но я первый класс прошёл экстерном, и с Альфеджио всё сдал экстерном. Вот так вот. Закончил второй класс, хожу на оркестр, всё, полная программа. Занимаюсь, уже стал лауреатом второй степени. И первой степени по «Одалённым детям Подмосковья» конкурсы. Ну, конечно, карьера конкурса ещё довольно маленькая, узкая, но вот первый конкурс у меня был. Ну, только начало. Когда, кстати, случился первый конкурс? Зимой, в январе. 22-го года, да, получается? Да, 22-го года в этом году. В этом году был конкурс. А так, по концертной деятельности, во большей части я выступаю в деревне, в городе, на какие-то праздники. Это День Победы, Ивана Купала, Масленица. Такие праздники. Приглашают, ну, я и рад. Я беру баян, там какие-то, у меня надевают какие-то наряды, вот, последнее в исполнении города, в городе Таруса выступал с нашим женским ансамблем, тут будет фотография сейчас высветится. Ну, да, приглашают, ну, приятно, когда люди узнают тебя, как гармонисты, баянисты, говорят, о, гармонисты, там, где гармой, почему не с собой, там, давай к нам заходи, посидим чаю попьём. Вот такая вот концертная деятельность у меня. Тебе нравится выступать? Тебе нравится, естественно, нравится, когда вот ты не из-под палки, а вот с душой, именно с душой, и когда репертуар тебе нравится, не этюды, не какие-то там непонятные произведения, я, большая часть, я играю только что, только что мне нравится, ну, и что мне заставляют, конечно, прям опер-базли, конечно, это никуда не убежишь, от программы музыкальной школы. Требует программа. Да, требует программа, ну, значит, надо выполнять. Конечно, надо, кто что-то спорит, надо выполнять. Судя вот по твоим рассказам, ты достаточно легко подбираешь музыку, да, вот, я так понимаю, на слух что-то воспринимаешь. Вот расскажи, может быть, ты сочиняешь какие-то произведения или какая-то вот такая деятельность у тебя есть? Ну, произведения я не сочиняю, то есть свое от начала до конца не сочиняю, но когда я разучил произведения, сам добавляю какие-то обработки, это какие-то переборы, фаршлаги, аккорды, влево какие-то ходы басовые тоже красивые, то есть вот именно обработка произведения чуть более сложная, чем самое простое, да, импровизирую, где-то там какие-то замедления, там можно на выборку перескочить, там тоже что-нибудь сделать. Так вот, да, по большей части нотные произведения, очень мало у меня нотные произведения, это вот, захотел вот вальс какую-нибудь или песню, на ютуб зашел, там, ну не по цифрам, но с рук, там где-то разбор посмотрел, оп, через полчаса сыграл, все, и такие-то сам еще добавил, и вот у тебя уже готовое произведение есть. А если тебя просят вот сыграть там какую-нибудь народную песню, ты ее не знаешь, сможешь подобрать? Ну, если есть такая возможность, гляну в интернете в гугле аккорд для песни, а там уже все понятно. Конечно, многие люди, там, особенно старческий возраст, там, просят такие песни, которые я не все знаю, это всякие романсы, русский народный песник, конечно, подыгрываю, и даже знаю песни, просто я не выучил, конечно, подыгрываю аккордами, там как-то получается. По ситуации, адаптируешься, по ситуации. Понятно. Значит, вот насколько мы с тобой сейчас обсуждали, ты у бабушки, с дедушкой в деревне первый музыкант, насколько я знаю, расскажи. Да, первый парень. Первый парень на деревне. Она говорит, представляешь, что нету, ты вот единственный, не только в селе, во всем районе, баянист, гармонист и аккордеонист. Ну, выступаем на Масленице, Ивана Купала, вот День Победы, День Города. Выступаю с нашим женским ансамблем, поем, просто вот, сказала, скучно, я пошел в клуб, сел, начал играть, она тоже слушает, ей тоже очень нравится руссконародная музыка. Ну, так вот, люди узнают, когда ты играешь не в себя дома, в комнате, там, закрыв окна, чтобы никто тебя не слушал, а когда ты вот захотелось, я вышел, сел на лавку, там, люди идут, улыбаются, кто-то останавливается послушать. Всем здорово и весело. Да, все узнают. Ну, это классно. Миша, у тебя большая коллекция инструментов, насколько я знаю, разных. Да, инструменты. Расскажи про них, как ты их собираешь, откуда они у тебя берутся, что у тебя есть в твоей богатой коллекции? Ну, у меня инструменты, которые куплены за мои деньги, вообще, там, можно сказать, три инструмента. Это вот концертный баян «Дедственная поляна», «Гармонь» и «Элиско-Роэльный гармонь». Тоже они немножко сыграть на «Элиско-Роэльной гармонии». А инструменты отдают. Вот дедушка играл, умер, или, допустим, надо вот уже 20 лет стоит, забирай. Ну, выбрасывать жалко, может, на меня такой инструмент, он как живой. Отдельный шкаф у меня с инструментами. И это самое разное, это и шуйские гармошки, и вологодский баян тембр, тульский ТО-202, и всякие разные инструменты, кировские мелодии, там, рубин-3 такие тоже у меня есть. Михаил, ну смотри, ты, получается, уже учишься, там, и в Капаровске учился, и в Одинцово учишься играть на баяне. И давай мы послушаем какое-нибудь из твоих любимых произведений, которые ты выучил и хотел бы нам сегодня сыграть. Ну, у меня все любимые произведения, которые я играю, но самое любимое, конечно, «Прощение славянки». Давайте я вам сегодня его и сыграю. Давай. «Прощение славянки» 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 получается ясно ты вот сейчас немного обмолвился про твои хобби у тебя я знаю их очень много до музыки конечно было много хобби метался я из это было у меня и конечно рисование рисовал картины или было и лепка из глины и но все это продолжалось недолго а так самое такое длинное чем занимался из хобби это конечно хоккей 9 лет я занимался нос когда вот пришел к музыке как я думаю уже окончательному варианту у меня на хоккей отходит на нет и тем более у меня была травма поэтому пока хоккей на стопе я все свое свободное время дает только музыки но тем не менее ты умолчал об еще одном хобби которым твой дедушка мой дед он профессиональный автослесарь да да в этом занимается ну и как-то пришло время что она как-то производство автоматизировать ну и был же валялся металлом там садитесь отдельно капотом под забором валялся мы с металлома собрали трактор с дедом перебрали двигатель покрасили купили навесное оборудование закупились и теперь можно сказать ни от кого не зависим мы с вами для себя сами себе художники молодцы да это вообще на самом деле очень широкий у тебя перечень интересов просто я в абсолютном восторге давай тогда может отсюда и от деревенской жизни перейдем к традиционному атрибуту деревенской жизни может нам на гармонии что-нибудь изобразишь ну конечно изображу а вот именно из деревенской не что на игрушек под наигрыша пляж вот старушки и еды тоже поют частушки песни когда когда играют начинаешь играть наешь прямо вот а вначале прям на разрыв меха вот в душе такие фибры воспроизводят который вот именно вот когда звучит гармонь даже не бояна у тебя на гармонию с таким немножко розливом конечно сыграя на игруши сборник на сборник на игрушев там и мотания и все там подряд но за такой сборничек у меня слушай слушай а Субтитры создавал DimaTorzok Миш, я думаю, нашим зрителям вообще будет интересно, как мы познакомились и вообще, как ты к нам на фабрику приехал. Расскажи об этой захватывающей истории. Ну, как только начал заниматься инструментами, узнавал, где какие-то заводы остались, на экскурсии, посмотреть, как это делается, на том, на чем он играет, любому интересно. И вот русская фабрика. Нашел время, нашли с бабушкой Силой из Калуги, с самоходом, приехали на фабрику, нас встретил Юрий Анатольевич, провел нам огромную экскурсию по цехам, как делали, показал все с нуля. Да, то есть от заготовки корпуса до покраски, разрисовки и так далее, и ОТК. Показал также музей, познакомились, обменялись номерами, рассказал, что есть такая передача «Гармоничные люди». Что меня приглашают, я был очень рад, было счастье, огромное количество. Так и познакомились, приехал и познакомились. Ясно. Что тебя больше всего поразило в производстве? В производстве поразило то, что это еще производят. Вот именно это поразило. Что вот люди есть, которые и люди-то делают не старого возраста, а есть и молодые, приходят, работают. Что вот наша русская душа, она даже в наше время остается и делается новая, усовершенствованная, красивая. Ну, это вот баян из советских времен, сейчас точно такие же, как современные. Ну, гадание не влияет, влияет только на качество инструмента, а так все, в принципе, один и тот же. Ну, в принципе, да. Мы тоже стараемся, как и вы с дедушкой, делать автоматизацию. Когда ты в наш музей пришел, да, там, и увидел огромное количество инструментов, ты, наверное, на них, на всех практически поиграл, в том числе и на рояльной гармошке. Как ты научился на ней играть? Я знаю, что у тебя есть такая гармонь, да, дома. Как ты встретился с ней вообще, потому что, ну, редкий экземпляр? Да, очень, гармонь редкая. Ну, видел на ютубе, я познакомился с рояльщиками, я видел на ютубе, как играют, нестандартный очень инструмент, заинтересовал. И на авито гармония, рояльная, в хорошем состоянии, прям по фотографиям видно, за полцены от ее рыночной стоимости. Ну, я и маму поехали все на Киевскую, мы купили все. И за вечер он научился мотать на ней играть, там какие-то песенки, Катюша не для меня. Ну, теперь активно используются, да? Да, ну, теперь, ну, не стоит сказать, то активно, но, допустим, вот люди приходят, говорят, а это что такое? Я говорю, такой редкий инструмент, показывай людям интересно. Давай тогда перейдем мы с тобой к следующему инструменту, на котором ты играешь. Не рояльная гармонь, конечно, но клавиатура похожая. На аккордеоне ты немного играешь, но, как ты говорил, ты полностью самоучка. Да, аккордеоний полный самоучка, кроме левой клавиатуры. Ну, левая, она очень похожа на баянную тут, как бы, что же спорить. Да, ну, конечно, я не знаю ни аппликатуры в правой руке. То есть, я был в скором времени у Витька, играю на аккордеоне. Дорогие аккорденисты, не обижайтесь, пожалуйста, за мою аппликатуру и игру. Ну, это я просто потому, что самоучка полностью на аккордеоне. Ну, что-то могу сыграть. Так что ты нам сыграешь? Я сыграю вам вальс на соках манжури. Тот самый, который ты выучил первым. Тот самый, да, но не на баяне, а на аккордеоне. Тот самый, да, но не на аккордеоне. Тот самый, да, но не на аккордеоне. Я желаю тебе больших-больших успехов. Я уверена, что скоро наши зрители увидят тебя еще не раз. Большое тебе спасибо за то, что ты пришел. Если хочешь что-то сказать нашим зрителям, пожалуйста. Вам спасибо, что пригласили. Хочу сказать перед зрителем, слушайте гармонию баян. В ней душа. И вот когда будете музыку для себя находить, может быть, даже сами придете, ведь играть никогда не поздно. У меня даже знакомая, она в 60-е прислала музыкально-школу, сказала, я хочу научиться играть. Так что берите, играйте, ходите по фабрике, на экскурсии, приходите, узнавайте новое. Всего вам доброго, до свидания. Большое спасибо. На этой замечательной ноте добавить мне нечего. Прощаемся до следующего выпуска «Гармоничных людей». Ссылку на канал Михаила мы оставим в описании к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok